Привет, друзья! Давайте поговорим о банкнотах. Какие банкноты могут быть интересны? Вы часто спрашиваете, какие номера дорогие и редкие. Вот, обратите внимание, на Violet выставлена банкнота 1000 гривен, серия AB, у которой все номера пятерки. Мы видим, что это оригинальная банкнота. Ну, это, конечно, правильно размещать фотографию на просвет, но важно, чтобы не было никаких перерезов или каких-то, ну, как же, по-другому сказать, когда могут каким-то образом замаскировать или поменять какую-то цифру и выдавать за оригинальную. Ну, на Violet всегда, видите, все четко, фотографии выставляются и довольно легко определить, если вдруг какая-то проблемная монета или банкнота, поэтому я рекомендую площадку Violet для покупки и монет, и банкнот. Ссылку на Violet я оставлю в описании. Вот, смотрите, вот такие банкноты довольно интересные. Они могут стоить гораздо больше своего номинала. Эта банкнота была выставлена с одной гривны, но не набрала резерв. И мы видим, что сейчас она стоит за 6000 гривен, то есть просят за нее 6 номиналов. В принципе, такая банкнота набрала в районе трех номиналов, там были торги, и я думаю, желающие купить ее там за 3000 гривен точно есть. Ну, конечно, вот за 6000, я думаю, не будет, потому что сильно дороговато, в принципе. И такую банкноту тоже держать в коллекции, с одной стороны, классно, потому что у вас все номера есть, но с другой стороны, гривна, к сожалению, не укрепляется, а дешевеет. Какие же номера могут быть еще интересные цены? На Violet мы видим, что выставляют радары, номера, которые в этом две, три цифры подряд. Но, друзья, даже сверху за 5 гривен такие банкноты редко кого интересуют, потому что это неинтересно для коллекционеров. И такую банкноту крайне-крайне сложно продать. Если банкнота, конечно, с номером почти все цифры, только одна цифра отличается, это тоже может быть интересно, потому что есть коллекционеры, которые собираются, скажем так, все одинаковые или одна цифра отличается. Можно посмотреть вот такой вот интересный лот, в котором выставлены разные банкноты с номерами, которые почти подряд, то есть буквально одна-две цифры расходятся, и делая эту банкноту, конечно, не супер уникальной, когда все номера одинаковые, но все равно интересный и для любителей, для тех, кто коллекционирует банкноты, боны, этот лот может быть интересным. Хотя, конечно же, очень важно состояние конкретных банкнот. Чем лучше оно, тем, соответственно, эта банкнота для вас и для вашей коллекции будет дороже. Вот, я думаю, такой лот будет однозначно стоить денег. Приблизительно монета, приблизительно такая банкнота, которая с номером вот таким вот или таким, может стоить больше номинала в несколько раз, а то и в десятки раз. Например, такая гривна может стоить порядка 30-40 гривен, может стоить, в зависимости от желания купить. Полтинник может стоить 100 гривен. В принципе, мы как раз в этом лоте можем последить и понять, сколько лот наберет. 752 гривны у него, сама номинальная стоимость, а по ставкам мы сможем увидеть, какая же у него реальная стоимость. Вот такие вот банкноты. Я вижу, даже продается, в принципе, не заморачивался, не сильно много добавлял лотов. Хотя нет, я вижу, есть фотографии. Мы видим, что уголки, понятное дело, из оборота. Все из оборота. И вот такие разные-разные номера. Вот, смотрите, буквально одна цифра. И сразу такая банкнота стоит не 100 гривен, а, например, 1000 гривен или 1500 гривен. То есть, вполне такие стоимости с полностью идентичными цифрами, они стоят порядка 1500 гривен. Вот, мы видим, а сколько в таком состоянии и с такими номерами мы уже узнаем по итогам аукциона. Вот такой интересный лот сейчас выставлю. Бывает, что кому-то очень нужно дополнить какой-то конкретный ряд. Например, не хватает именно двадцатки с каким-то конкретным номером. Или он собирает все пятерки. И у него есть другие банкноты, в которых пятерки, но только одна цифра отличается. Или первая, или последняя. Зачастую именно это интереснее. Вот, когда в середине, но как-то не так красиво. Вот, так что обращайте внимание, какие у вас номера. Откладывайте те, где все номера одинаковые, все циферки. Или хотя бы одна отличается. Все остальное я бы не откладывал, только потому что очень сложно это продать. И пересылка будет стоить гораздо дороже, чем та наценка, которую вы, например, хотите на этой банкноте, собственно, заработать. Не знаю, смысл продавать такие банкноты на 5 гривен дороже, потратить время на отправку и так далее. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Надеюсь, вам было интересно посмотреть вот такую банкноту. Переходите на сайт Violet. Я оставлю раздел на боны Украины. И оставайтесь с Монитоманией. Всем пока.